А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуй, Александра. Что на этот раз в обзоре? Сегодня подведем итоги традиционного футбольного турнира на призы Сергея Рыжикова. Также расскажу о художественной гимнастике и о мотокроссе. В области стартовали крупные состязания. На трассе села Новая Товолжанка началось открытое лично командное первенство и чемпионат региона. В разных классах мотокросса участвовали более 50 гонщиков из Белгородской и соседних областей. А также из Москвы и Харькова. Этот старт – первый из шести этапов. Его победителем в командном зачете стал Белгородский клуб «Пилот». А в Масловой пристани прошел Кубок области по художественной гимнастике. Свои выступления продемонстрировали около 150 спортсменок из разных районов. Кроме традиционной цели – популяризации художественной гимнастики, у Кубка области есть более важная задача. На этих соревнованиях будут присваиваться и массовые разряды, и первые разряды, и, конечно, победителям будут присвоены звания кандидата в мастера спорта. Теперь о футболе. Определился победитель седьмого турнира имени нашего земляка – титулованного вратаря Сергея Рыжикова. От футболистов Академии «Наргомаш» мы ожидали победы. Но этого не случилось. К сожалению, они только вторые. Триумф в традиционных соревнованиях отпраздновали юные игроки тульского арсенала. Также отдельными призами были награждены лучшие спортсмены каждой команды-участницы и всего турнира в целом. В Губкине прошел всероссийский турнир по настольному теннису на призы мастера спорта России Алексея Бурдина. Этот губкинский спортсмен входит в резервный состав сборной страны и считается одним из лучших в регионе. Турнир такого уровня в Губкине организован впервые. В нем приняли участие около 90 спортсменов более чем из 10 регионов страны, в том числе 13 мастеров спорта России. Возраст участников регламентом не ограничивался. Эти соревнования станут традиционными. На этом у меня все. Обзор представил Сергей Шрамко. Держите руку на пульсе главных спортивных событий региона вместе с миром Белогория. Спасибо, Сергей. Напомню, что спортивные обзоры выходят в эфир нашего канала по вторникам и пятницам. Не пропускайте.